Встреча с Новгородом И 12 грамот в этом году все-таки есть Правда, основной раскоп Троицкий, как и следовало ожидать, находясь на уровне первой половины 11-го и даже на конце 10-го века, грамот не дал Но зато в Новгороде в этом году появилось несколько параллельных раскопов разной степени, разной масштабности И несколько из них дали нам грамоты Вот два на самом деле раскопа Один так называемый Кремлевский, который действительно в Новгородском Кремле на бывшем архиепископском дворе к западу от Горновитой палаты Так что там грамоты прямо связаны с архиепископской жизнью Оттуда больше всего 7 грамот 14-го и 15-го века Другой ироскоп в совершенно другой части Новгорода, недалеко от церкви Бориса и Глеба в Плотниках Он получил название Бориса Глебского и оттуда пришло 4 грамоты 13-го века И, наконец, еще одна грамота найдена вообще не при архиологических раскопках, а при архиологическом наблюдении за инженерными работами Инженерными работами связаны с водопроводом на Михайловой улице, где найдена одна грамота Даже, чтобы быть точным, один день найден первая половина, в следующий день вторая половина И обе лично нашел Сергей Викторович Трояновский, руководитель наблюдения за этими раскопками Так что это показывает чрезвычайную эффективность такого рода слежения И это, пожалуй, едва ли не самый интересный грамотный сезон оказалось На Троицком раскопе, ввиду его исключительной глубины, как я уже сказал, грамот не было Правда, была интересная вещь, а именно цера первой половины 11-го века Что очень интересно, что показывает, что, следовательно, для этого времени появление цер Это уже не такая невероятная вещь Но, к сожалению, на этот раз, в отличие от той великой церы, никакого текста на ней нет, воск не сохранился Ну, в этот раз я могу себе позволить такое удовольствие рассматривать не все грамоты, а избранные Это уже признак некоторого изобилия И разбирать их буду не в порядке находки А, я бы сказал так, от малых грамот к большим И случайно получается так, что это от ранних грамот к поздним Ну и, соответственно, по номерам это почти точно обратный порядок То есть, начиная с тех, которые вы найдены в конце сезона Двигаясь к тем, которые найдены в начале Ну, это, собственно, не важно Посмотрим, как это для наших химистических целей просто расположится Ну, первая грамота, она же последняя по месту находки, найдена в позднем августе С номером теперь уже 973 13-й век, Борисоглебский раском Которая представляет собой неплохую задачу Я сейчас вам ее предложу Вильям Вермеер, голландский лингвист Который много занимался нашими новгородскими делами Берестинами грамотами, в частности, придумал такую теорему Что если от грамоты сохранилось 9 букв То, по крайней мере, одно слово должно выделиться Каким-то образом он нашел эту таинственную цифру в 9 букв Иногда, правда, бывает, что 9 букв Однако же решительно непонятно, как с ними быть То, что я вам сейчас предложу, это ровно 9 букв Это, ну, замечательно то, что это не фрагмент из 9 букв А это целый текст, это целая грамота По все признаки того, что это целый документ Ну, и она действительно составляет хорошую головоломку Вот эти 9 букв Очень красиво написаны Все Значит, это 973 Грамота вот она, так сказать, вот так вот Она представляет собой такой текст Это маленький такой документик Такой прямоугольничек Сантиметра 4 на 2 На котором вот такой текст Предлагаю его вашему любезному вниманию Попробуйте осуществить теорему Вермира И предложить для этого текста Значит, 13 век Поэтому, естественно, это может быть бытовое письмо Но, впрочем, для любого века это возможно Так что какие-то замены букв могут вам помочь Но если помогают, пусть помогают Значит, пожалуйста, некоторое время вам дают на размышления Погу ли сказать, что много вызвало чувств этот документ Например, новгородские шутники быстро обнаружили следующее Что, ну, Ге, конечно, может быть Почему нет Сокращением от контимента, например, Геня И тогда достаточно признать одну ошибку А именно, что вот эта буква написана вместо И И будет очень хорошая запись о том, что это Геня, Онегин Это абсолютное начало? Это абсолютное начало? Это известное? И абсолютное начало, и абсолютный конец Нет Это все Вы нарисовали обломок Нет, я не нарисовал обломок Это тоже свободный Немножко неаккуратно нарисовал Он весь тщательное исследование показал, что ни в какую из четырех сторон дальше тех с ней шел Вот такая картина Так что, кто удовлетворяется Евгением Онегином, то, пожалуйста, можно уже считать, что найдена его владельческая запись Ну, правда, немножко ранее Ну, вот видите, значит, подтверждается эта версия Ну, так пожалуйста, я готов послушать вашу версию Геона Геона Так, значит, где граница? Где граница? Гео? А, вот здесь Ага, хорошо, и что это? Геона Да, действительно, первая часть, действительно, все-таки, наверное, невозможная отделить от слова Геона Но не все его знают Но те, кто занимается старыми текстами, знают Это древнерусская форма слова Геенна С совершенно правильным переходом Эв-О Такого же, как какой-нибудь Эльгов-Ольга и так далее Эленов-Олена и прочее В данном случае только не в начальной позиции, а в позиции начала слогана Это то же самое В текстах встречается и Геэна, копирующий греческий И Геона, русский вариант Так что первая часть, действительно, скорее всего, Геона Тогда все понятно А, и что же понятно? Огонь должен быть в второй части Ну, вот видите, все, замечательно Тогда в вашей второй части должен быть огонь Правда, как же он получился здесь? Куда он делся? Ну, допустим, огонь Ну, верно следующее Что всякий, кто имел дело с старыми текстами Понимает, что основное, что бывает у Геенны Это ее огонь Правда, обычно прилагательное бывает с суффиксом ски Геонск огонь Геонск огонь Это сочетание, или наоборот, в обратном порядке огонь Геонск, который встречается То есть огонь Геенны, который встречается часто в древних текстах Ф на стихи Где? Попробуйся Два раза Два раза Попробуем, да Значит, такое будет Геонь Гонь Немножко нехорошо с огнем обошлись А, еще переставлять порядок букв Вот, то есть нужно, мы гоним огонь, да? Ну, понимаете Ну, бывает, бывает, да Может быть, такая версия, но не очень хорошо, что приходится столько всего Что? Выпадает начальный глаз Выпадает начальный глаз и после согласный? Нет А я про него ничего не говорю А вы хотите сказать Геон, нет, да? А какая же это форма тогда? Нет, как раз форма Геонь очень хороша Так что, если действительно считать, что это Геонь, огонь То по смыслу все сходится Геонский огонь Правда, не удается найти в текстах целиком Вот это притяжательное прилагательное от Геенны Немножко кажется странным Почему именно притяжательное прилагательное Геон Но, хотя само это Геонь не находится Находятся его аналоги, позволяющие считать, что ничего невероятного в этом нет Вспомните, как устроено слово Ну, почти синоним для Геенны Ад У него есть прилагательное Адов То есть, в точности притяжательное Ну и вообще, и Ад, и Геенны очень легко мыслятся одушевленно Так что, если Ад может иметь притяжательное Адов То и Геенна может иметь притяжательное Геонь Так что Геонь, вообще говоря, наверное, правильно А титлование можно предполагать? Какое? Ну, что это не написано титло Над чем? А где титло написать? Ну, над Берия Титло, которое даст нам украденное О? Нет Благодарный прием может Господь или что-то такое Ах, Геона Господня? Ну, это уже что-то новое в богословии Ну, может быть, не совсем Но, тем не менее, все-таки это нас ведет не по самому простому пути Ну, в общем, главное, конечно, разгадано Все-таки это явно совершенно Геонский огонь А вот только почему так записано? Нет ли каких-нибудь идей более лингвистически чистых? Не то, что просто огонь потеряно А начальное гласное Или что го-это вместо ог-зетки Две цех гласных переставляют сравнительно легко Но согласное с гласной Это вещь очень нетипичная Чтобы у вас была такая перестановка Когда у вас вместо там надежды Было бы написано ан-дежда и прочее С протеотическим йотом где? Огонь, егонь Как если бы он как езер всегда повел? Ну и что-то, ну егонь Почему что-то, ну ет будет Почему е нету? Одно е вместо двух Одно е вместо двух А, хорошо, да Значит, вот это два е, да? Ну, можно такую идею принять Правда, если уж вы так двигаете Да? Просто еще не родился корабль фил Поэтому, поэтому езер Ну, конечно, конечно, конечно Вы шли правильно Но совершенно ясно, что А зачем вам такую хитрость? Вы просто считаете, что это Что это о Ну, ё, так сказать Давайте просто Ведь ё, то ведь именно так записывается В этой системе Значит, так И тогда вся хитрость состоит Только в том, что этот человек Решил записать это как одно слово А не как словосочетание И это, по-видимому, не совсем случайно Это некоторый вид Ну, такой специальной подачи этого слова Когда геонь-огонь Кстати, я пресно прошу геонь-огонь И запишу его как одно слово Даст ровно эту запись Тревнерусскую Геонь-огонь Ну, для этого немножко Надо подумать А чем такая грамота существует Ну, точно мы не знаем Всё-таки самое вероятное Что это таки нашёлся доброход Который своему соседу Подложил это под дом Ну, может быть, это был просто путевой указатель Ну, я думаю, что для путевого указателя Было бы, естественно, писать нормально Геонь и огонь полностью А вот для волшебного слова Которое должно подействовать В качестве магического заклятия Очень вероятно Что полезно его каким-то образом Немножко зашифровать В частности, написать как единство Ну, это уже гипотеза В общем, так или иначе Как видите, мы общими силами С геонь-огнём справились Так что это замечательный текст Впервые такой попадается Явно совершенно, так сказать Вид некоторого малого заговора Малого заклятия Который вот оказался Последний из наших грамот Все, перехожу к следующему А может быть, это просто Как и в случае с Верусалимом Просто у меня это свалка была Что? Е-на-огнанная же свалка была Славка, где жигали мусор Там тоже была свалка, где жигали мусор Где-то своих текст в Верусалимской Назвали не езжал ромкинг Все это возможно, да Все эти версии будем считать Что они находятся в числе Интересных интерпретаций Итак, дальше тоже Грамота маленькая Но это раз это честный фрагмент А именно кусочек средней строки То есть то, что вообще говоря обычно Ну почти ничего не дает Вот иногда ничего не дает Иногда кое-чего дает 968 На этот раз это грамота Первой половины 14 века Может быть, даже начала 14 века Пока еще не очень точно знают археологи Из Раскопа на археопископском дворе в Кремле И это, как вы быстро увидите Скажется Итак, из этой средней строчки Которая начинается Облом Конца некого слова Которое выглядит как Ду Дальше идет понятное слово Говори Дальше Написано Нечто, что не очень трудно понять Если можете проходить После нужного Не знаю, правда, что будет Добрый день Вот это да Я думаю, что уже Там скоро будет движение в обратную сторону Все, и на этом обрывается Как видите, здесь немножко больше, чем 9 букв Но ненамного Ну, за исключением Ду Которое не очень ясно Остальное довольно ясно Говори, владыцы Как Было дело, допустим Или как Что-то там произошло Или как Нужно поступить В каком-то случае Дальше уже угадывать не будем Ну Надо ли говорить, что в таких случаях Любой кусочек Пытаются Наши умельцы Все-таки осмыслить И даже кусочек Ду Который До него пытаются что-то придумать Ну вот можете сами предложить Какие-нибудь решения Правду Конечно, первое, что приходит в голову Правду, говори, владыцы Замечательная идея За исключением того, что слово Правда в это время Ни в коем случае не означало правду Оно означало законное Разбирательство по суду И говорить его было почти невозможно Так что правду При всем То, что первое приходит в голову Здесь крайне маловероятно Еще что-нибудь предложите Новогороду Новогороду говори, владыцы Но это синтаксис мне непонятен тогда Новогороду говори и владыцы Что-нибудь туда еще, туда-сюда Так что это далековато От чего-нибудь правдоподобного Еще Что еще предлагаете? Суду Суду говори, владыцы Но все это непонятно Суду говори и владыцы Это еще может быть Без и синтаксиса хорошего нет Еще Как? Господу Господу Ну, все это Нет, все эти вещи Если вы называете там суду Новгороду То, ну, даже если представится Что это возможно Синтаксис непонятен Почему владыцы с этим связаны Беседу говори Да, ну, может быть Беседу говори Но беседу говори Общее сочетание довольно странное Ну, наверное, в качестве Некоторого наивного варианта Можно и это предложить Еще что-нибудь Ерунду Ерунду Отлично Отлично Да, это уже, конечно, да Чтобы его дурака Архиепископа обмануть Это Пожалуй Ну, не Что? Это наоборот Кривду Кривду Ну, ничего Ну, это будем считать Что это благородный вид ерунды Да На самом деле Что предлагаете? Нет А уже был вариант Ну, Господу был вариант Был вариант по суду По суду говори Тоже не очень понятно По суду говори Владыца Вместе очень мало А сколько там места Переду? Предыдущая строка И весь предыдущий текст Это граница строки А это обрыв А ябеда была в то время? Ягоду говори Ягоду говори А, это уже что? Ябеду говори Может быть, да Хотя, наверное, ябеду не столько говорили Сколько приносили Ну, может быть, да Ну, ладно Не буду слишком долго на этом задерживаться Разумных конкурентов Два Всего Ну, вот Найденными нами Один Про обиду Говори, владыцы Почему? Потому что есть Следующая замечательная грамота Раньше лет на 150 Чем это Которая Звучит так Грамота номер 725 От ремши поклоняния Клемятия и к Павлу Бога деле Который любо потрудисся до владыцы Скажи-то владыце Скажи-то владыце мою обиду То есть Там буквально это сочетание Уже сказать владыке Ну, только сказать-говорить И мою обиду Даже не про обиду А просто сказать обиду Ну, про есть или нет Это мы знать не можем Но это как раз возможно Ну, и так далее И дальше и мой бой к железу Продолжается тот текст Так что это в точности То сочетание Которое Очень подходит по смыслу Поскольку буквально Есть грамота Которая Говорит А еще одна версия Выдвинута была сперва Почти В качестве такого Безумного Безумной решительности Но Алисей Сеевич Гиппиус Очень любит такие Давыду Говори, владыце А кто был владыка С 1309 По 1324 год Архиепископ Давыд С датировкой Совпадает идеально Значит, вот два конкурента Либо про обиду Говори, что имеет аналогию В бюстерной грамоте 725 Или Давыду Что поддерживается Временем архиепископства Давыда Лично я считаю Что Давыд Не очень вероятен Потому что Давыду Говори, владыце Это сочетание Не похоже на то Что мы встречаем Во всех летописях Про владык Значит, главное Стоит в том Что владыка Как правило Называется просто владыка Он называется Владыка с именем Обычно Только если Говорится Какой-нибудь Иона Владыка Смоленский Какой-нибудь Дионисий Владыка Тверской В противном случае Говорится просто Владыка Я просто просмотрел Все употребления Все Компьютер быстро Это дает Все упоминания Владык В летописях И там практически Такого сочетания Не нашлось Ни разу Так что Более вероятно Все-таки Что это тот же Такой же текст Как Для Как 725 То есть Обиду Или про обиду Говорил Алиса Как было дело Как Кто-то Обидел Кого-то Или Как Кто-то Обидел Меня Вот она Где Сколько Строг Потеряно Вначале Мы понятия Не имеем Казалось бы Все с этой Грамотой Нет Не все Самое Интересное Здесь все-таки Не дух Хоть мы с ним И помучались А Слово Говори Банальнейшее На первый взгляд Слово Которого ни секунды Ни можно не останавливаться А нет Слово Говори Оказывается Выдающимся Элементом Этого текста И некоторым Подарком Для истории Русского языка Значит В чем дело Что здесь значит Говорить Говорить Значит Ровно То Что у нас С вами Один человек Сообщает Речью Другому Что-то Так вот Выясняется Что это Значение Было Вовсе Не всегда Что Древнее Значение У глагола Говорить Было Другое В берестяных Грамотах Значение Ровно Это Еще имеется Четыре Берестяных Грамота В которых Есть Догол Говорить Он Везде Такой Же Совершенно Как у Нас С вами Значающий Просто Ну вот Диццери Но Эти Грамоты Позже Начинается Это С грамоты В 930 Которые Примерно 1370 1380 Годов И дальше Конец 14-15 Век До этого Нет Тем самым В ряду Грамот Где имеется Говори В значении Современным Это Самый Ранний Документ Так вот Оказывается Что это Не только В ряду Грамот А во всей Истории Русского Языка А самый Первый Документ Где Говорить Означает Говорить А до этого Вот примеры Как слово Говорить До этого Значит Скажем Из Лета И то же самое Касается Слово Говор Они идут В паре Точно так же Говор Который Звуки Вот Говор Прорваться Из Говорит кого-то против определенного лица. Казалось бы, значит, тогда все разваливается. Но этот же пассаж есть и в Лаврентьевской летописи. Откуда на самом деле Уваровская летопись его и взяла, но с изменением. Оказывается, что в Лаврентьевской летописи по 1149 годам стоит. Не буду читать начало, значит, они это все делали рекуще. «Ростислав Гюргиевич подмолвил на те люди, и Берендичи, и Кияны, и хотел сесть в Киеве». То есть совершенно отчетливо между XII веком и XV произошла замена. В XV веке было естественно сказать про это «подговорил», а в XII стояло «подмолвил». А «подговорил» еще этого смысла не имело. Вот совершенно явное свидетельство того, что ранние тексты означали еще лишь вот такой шум толпы. Быть может, словесный, но не расчлененный. Это значение глагола «говорить» в говорах кое в чем сохранилось. Вот я вам прочту маленький кусочек из словаря русских народных говоров, из большой статьи «говорить». Одно из значений. Значение три. «Говорить о птицах», «петь», «щебетать», «каркать» и тому подобное. Ну, не очень хорошее описание, потому что, опять-таки, скорее гомонить, я бы сказал. Пример. «Если прилетные птицы весной не говорят, то будет еще холод за сиверка». Записано от Пиннигой у Подвысоцкого. И у Гильфердинга в «Онерских былинах». «Прилетали тут русские птицы, учили жупеть и говорите, как млад соловей щекотатель». Но, опять-таки, совершенно ясно, что это птичье занятие, тоже есть такой вот нерасчлененный гомон. Таким образом... «Этимология» Что? «Этимология» Да. «Этимология» – это звучать, это санскритское «гава» – это звучит. Так что говорить «этимологически» прекрасно знают, что «говор» происходит первоначально, и слово со значением «звучать». Таким образом, грамота, которую вы видите, вот такой плачок «жалкий» – это самый ранний пример глагола «говорите» в современном значении в истории русского языка. Вот такой маленький подарок. Ну, что за эволюция значений? А вот эволюция значений, оказывается, совершенно типовая. Дело в том, что оказывается, что глагол со значением «дицеры» «говорить» может происходить из разных источников семантических. Не только этого, но этот является одним из популярных. Во всяком случае, в славянской зоне, оказывается, я нашел целых семь случаев перехода значения «гомонить» в значение «говорить». Вот могу их перечислить. Первое из них – это знаменитая «молвить». Тот, кто занимался основательно старославянским, прекрасно знает, что по-старославянски «молва» означает «ропот толпы», «мятеж» и то же самое с глаголом «молвить». «И на чашу люди и молвить» – это значит, что они начали волноваться и роптать. С той же самой привязанностью обязательно к толпе, а не к одному человеку. Но уже довольно рано наступает развитие значений «молвить» приобретает значение «дицеры». И, как видите, в древнерусском это уже нормальный глагол «дицеры». Так что первый пример очень ранний. Переходы значения «гомонить», «галдеть», «шуметь» и прочее в значение «говорить» в самом нейтральном смысле слова. Остальные примеры диалектные, но их много. Значит, вот практически глагол «гомонить», если вы раскроете слова русских говоров, оказывается, что имеет, кроме того, значение «просто говорить». Глагол «галдеть» среди своих значений имеет значение «просто говорить». Ну, все это диалектные значения. Глагол «гометь» – ну, тоже произойдет «гам», «шум». Точно так же среди своих значений имеет значение «говорить», нейтральное «говорить», просто там «гометь кому-нибудь» и все тут. Глагол «шуметь», наконец, и «шумнуть» от него точно так же фиксируется от него значение «просто сказать». То есть это совершенно массовая вещь. И, наконец, я приведу один пример, который должен привести впечатление совершенно молодое поколение, что ровно тот же путь проделало наше интернет-сообщество со словом «базар» и «базарить». Потому что «базар» – это такой гвалт, нерасчиненный шум, но сейчас прекрасно известный. Больше того, словари нынешних сленгов уже дают «базарить», «говорить» без малейшего сообщения, что это громко или скандально, еще как-нибудь, а просто «говорить» и все. «Говорить» и «точка». Такой перевод для «базарить» я нашел в словаре современного сленга. Вот, так что путь совершенно протоптанный, который, как видите, один за другим прошла целая серия глаголов. Гутари, кстати, по-видимому, родственно говорить. Обычно считают, что это начальный «гу» и «гов» в «говор» – это первоначально тот же самый корень звучания. К этому можно добавить одну небезинтересную вещь, которая сперва, но так сильно возбуждает. И слово «говор», и слово «говорить» есть в слове «толку игры». И тем самым, если это продукт работы позднего умельца, этот человек должен был, имел чрезвычайный риск попасться в незнание того, что древнее значение глагола «говорить» было не такое, как у него в его родном языке. Про эту хронологическую границу в районе 1300 года не знал решительно никто. Ну, конечно, он мог случайно угадать, но тем не менее, как выяснилось, он безупречным образом использовал оба этих слова в древнем значении, а не в новом. Как мы теперь знаем, что в древнем значении а не в новом. В всяком случае, когда я занимался этими вещами еще для книги, я этого момента не обнаружил. Так что замечательный факт, что дополнительные критерии показывают решительно каждый раз то же самое. Какой-то еще аспект обнаруживается и выясняется, что он работает в ту же сторону. Значит, что в слове полку Игорева? В слове полку Игорева говорят галицы. И говор галич, то есть в точном соответствии с тем, что это говор некой массы, а не единичного лица, будь то человек или животное. И поэтому надо вам сказать, что я посмотрел переводы, в переводах решительно везде. Это место, где сказано, а галицы свою речь, говоря, хоть хотят полететь на уеде, из слова полку Игорева переводится, а галки свою речь говорили. Неправильный перевод, как выясняется. Модернизированный перевод с незнанием того, что сочинитель, это слово полку Игорева, знал. Не говорили они свою речь, а галки гомонили. И точно так же говор галич и переводить, как говор, а именно так переводят почти все переводчики, есть непредсознательная модернизация. Этого я тоже не знал пока, не пришлось заняться этой грамотой. Вот такие любопытные вещи протекают иногда из совершенно крошечных фрагментов. А как это стоит делать с тем, что у этих галок речь? Речь, я думаю, что... Свою речью? Нет, своею речью, это образ, конечно, я думаю, уже идет ближе к нам. Это бесспорно. Свою речью, говорят, да. Это верно. Практически ласки не они не пропали. Что? Практически ласки не они не пропали. Не знаю. Все, пойдемте дальше, а то я боюсь, что мы окажемся. У нас еще много впереди. Значит, итак, 964 грамота. Тоже на архиепископском дворе. Тоже 14 век. Но в данном случае конец. Не менее, чем вторая половина. Может быть и конец. Кое-чего попишу, значит. Значит, итак, это первые три строки, но тем не менее их стоит, так что не весь документ. Не око-чего попишу, конечно. Не око-чего попишу. Мы не будем проще. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше, к сожалению, вырван вот, значит, вот такой обрыв Здесь все в порядке А здесь начинается обрыв И идет примерно вот так Вот здесь вот начинается видимость Дальше уже видно весь текст Ну тоже это обрыв, так что это не последняя строка Значит, то, что видно, это довольно любопытно Ну, значит, я постараюсь по возможности точно изобразить то, что начинает быть видно Начинает быть видно вот такая вещь На дне типо И точка Дальше все читается Ну, я немножко выше изобразил, чем надо Ну, я думаю, что... Ну, давайте я делаю так следует Ну, я думаю, что... Ну, я думаю, что... Все, вот текст, который сохранился По поводу этого текста у меня просьба к образованным и знающим ряд ответов Сейчас не мешать другим Потому что часть проблем, которые здесь возникают Уже была в истории наших отношений с берестяными грамотами И кое-как мы с ними справились Поэтому, так сказать, эти не новые проблемы Те, кто следит за берестяными грамотами Они просто знают на них ответы Так вот, если можно, я тех, кто знает Сейчас прошу некоторое время воздержаться Потому что... Вы вернулись на уровень Арцеховского Примерно, да И вы должны тоже сделать танцевое такое усилие Хоть вам и тяжело Но... Потому что это довольно любопытное занятие для всех Кто еще не лизнул, так сказать, этого Поэтому сейчас немножко условно Буду вам предлагать, значит, тех, кто знает, кто знает Поскольку, повторяю Это уже почти все проблемы, которые здесь возникают В какой-то степени существовали При изучении берестяных грамот Но в этой грамоте есть и кое-какие замечательные вещи Которых раньше не было никогда Поэтому даже для тех, кто все знает Здесь кое-чего будет новое Ну давайте просто эту грамоту попереводим Давайте для начала я не буду долго заниматься этим словом Первым, который вроде... Да, сейчас титул я вам скажу Как тут с титулами дело обстоит Нет, никаких... Все так, все именно так Итак, господину Елизару Много челом бью Кстати, любопытно, что от первого лица Это начало грамоты Начало немножко нестандартное Бью, не сказано кто Господин Елизар должен сам понимать От кого я письмо получил Не всегда так бывает То есть довольно редко так бывает Нетипичная вещь Тем не менее Дальше Что дальше сказано? Кто послал? Есмь Ну вы так спокойно считаете есмь? А, емь Есмь Есмь Как, да Как, что? Да Ну, смысл опять-таки Не вызывает сомнений Что это все-таки то же самое Как если бы послал есмь Другое дело, что Почему написано емь вместо есмь Это описка или не описка? Вот как В этом вопросе Какая? Емь Еси Еска Емь, еси? Да Такая парадигма Где? В каком языке? Вот в этом языке Ах, в этом языке? Ну да, да, нет Ну тогда замечательно, конечно Тогда все в порядке Да, совершенно верно Такая парадигма здесь Так Это что за форма грамматическая? Вокатив 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 Ну и поэтому О пусть нас особенно здесь пока не волнует Может быть это просто такое При вокативе О Послал, если мы к ТОБЕ Все в порядке Дальше что? С кем? Варион А почему ель? Очень аккуратная грамота Так что просто так небрежно Чтобы писалось Что там Есть место Правильно, раз есть место Так вот вам и полный простор С Ларионом Пожалуйста С Ларионом Почему тогда здесь С Ларион сын Как? Ну С Ларион сын С Ларион дочь Что же за парфология такая славянская С Ларион Вместо того, чтобы сказать С Ларионем сыном Или С Ларионию дочерью Ларион сын И бы чтобы склонялись С Ларион сыном Это Супер 21 век С Ларионем Как? С Ларионем С Ларионем Ну такое действительно Такое Такое Можно вообразить Но вроде бы такого нет А может что-нибудь получено есть? Может что-нибудь Побили там Значит Вот я примерно Довольно правильно вам показал Сколько здесь вырвано Так что можете Немножко ориентироваться на это С Ларион Е и Рыбы Как? С Ларион Е и Рыбы Но С тогда зачем? С Ларион Е и Рыбы С Ларион Е и Ю Не уместится Нет, Бог с вами С Ларион Е и Ю Здесь ну 4, ну 5 Можете втиснуть 4-5 букв у вас В вашем распоряжении Для вашей выдумки С Ларионский С Ларионский Или что-нибудь С Ларионский Это такая фамилия такая? С Ларионский Например Ну какие-нибудь Которые понятные Да Ну давайте Может быть Но не очень Конечно Это похоже на то Как на самом деле Они говорили Было бы просто Притяжательно И все Без всякого ски Ну может быть М и Ю Ларионев С кем-то Ларионин Как будем сказать Ларионин На другой структуре М и Ю Ну не очень Хорошо И пустое место Останется на 2 буквы Так считайте Что вам надо 4 или 5 букв заполнить Ларион Е и Ю Так Ну с Ларионьюшкой Маленький выучитель Ларионьюшкой Неплохо Да С Ларионьюшкой Ну немножко Да Сходится Одно все-таки Чего-нибудь по-фороду Подобнее Не можете А идея очень хорошая Под Ларионцем Все Правильно Теперь уже правильно Ларионьку Неправильно Потому что Перед софиксом К Никакого смягчения Не должно произойти По-русски Ларион Ларионка Ларионку И никакого Не возникло А вот ваше решение Правильное Ларионец С Ларионцем Единственное Правильное решение И тогда Все совершенно В порядке Ну здесь Наверное Ер уже В это время Ларионец Причем Это действительно Очень характерный Способ для Новгорода И совершенно Законный Ер Вот это и вопрос О том Как иногда Одна буква И тогда уже Действительно Здесь практически Это восстановление Прекрасно И что же он послал Клещи Нет образованных Просит Просит Поздержаться Значит Приглашение К тем Кто имеет В данный момент То преимущество Что ответа На этот вопрос Еще не знает В готовом виде А сейчас Что? Ну и что это За предметы такие? А это как Вожки Первыми разу Поймут Знаете? Шли продавали А клещи Такой Который А он ему послал Там сколько? Там 30 Это не важно Чем больше Тем лучше Клещи Ну Клещи Конечно Приходят в голову Первыми Но с ними Нехорошо то Что грамота Очень аккуратная А клещи Пишутся через яйца Не говоря уже О том Что очень странно Чтобы от клещей Была форма клещев На Такой Русской Клещи Клещи Клещей Скорее всего Так и было Так что клещи Клещи Не говоря уже о том Что очень много Он их послал Потому что Цифры Займемся еще отдельно Что прищепки Какие-нибудь Ну хорошо Я чувствую что Те кто знает То знает А кто не знает На месте Не догадается Значит Это Не клещи И не прищепки Это Рыба Лещ Это в свое время Уже очень давно Было установлено Поскольку Много лет назад Была найдена Грамота Номер 169 Где Которая звучала Так Василия Софантеева Онтане Послали Овдокиму Два клеща До щука Которая Однако же В течение Многих лет Переводилась Как послал Щуку И двое клещей Пока Совместными усилиями Нескольких Филологов Не удалось Выяснить Что все-таки К щуке Парными Были не клещи А лещи И больше того Выяснилось Что до сих пор Кое-где В северо-западных Районах Лещ называется Клещ В частности На Чудском озере Есть такие места И Сети Для лещей До сих пор Называются Клещинцы Это все Из диалектологических Лещей В общем Короче говоря Сейчас это Совершенно несомненно Ну и более того Можно даже Целую специальную Лингвистику Привлечь сюда Почему Клещ имеет Начальные Кл В этом Говоре А в литературном языке Простое Л Но я не буду Этим заниматься Достаточно того Что это Вы можете уже найти В комментариях К 169 грамоте Так что здесь Просто получилось Такое подтверждение Хорошо Сколько же Лещей Послал Наш Автор Четыре Против четырех Я очень Очень Вам Обрекнул Как же четыре С формой Клещев Соединяется Четырех Клещев Он мог бы послать Если бы Они были Уже Одушевленные Они еще Были Очень Неодушевленные В это время Что 30 тысяч Я понимаю Но у вас тогда Лишнее место Которое уже Используется Вы второй раз Хотите использовать Но нет Я понимаю Что вы можете Конечно Нарисовать Знак тысяч И все будет Замечательно Но В самом деле Вперва Так и Мы и считали Что 30 30 клещев Они же 30 клещей Пока Не Нашлись Въедливые Люди Которые Обнаружили Что в действительности В этой грамоте Во всех случаях Л пишется Вот так Я это не написал Здесь И Д Также пишется С плоским верхом А здесь Острый верх Четырнадцать Что? Четырнадцать 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 Было бы То же самое Та же форма Что для четыре Клеща Что? Р Может быть О Или Р Правильно И сколько Это тогда? Это Ну вот видите Все правильные Решения Я услышал Значит И сегодня Было так Дело в том Что посылка Это подрастало Наш Нелизар Получал Все больше И больше При первом Рассмотрении Этой грамоты Он получил Тридцать Лещей Потом При более Внимательных Значит Когда наступила Критика Стороны Внимательных Людей По поводу Того Как пишется Буква Л То пришлось Отменить Тридцать И признать Что это О То есть 70 70 70 Лещей Но оказалось Далее При совсем Уже Внимательном Изучении Такого Подробнейшем С очень Остром Глаз Что Здесь Несимметричный Бачок Значит Вот это Практически Вертикальный А это После чего Пришлось признать Что таки Это было Р И клещей Пришлось Выдать 100 Так что Довольно Основательная Посылка 100 Ну это Верно Но они Проверяли Так что Я думаю Что сколько Послал Как есть Так что В результате Подрастания Этой суммы Выяснилось Что получил Он 100 Лещей Ну вот Это все Такая Развлекательная Часть А теперь Теперь Два Лингвистических Момента Так что Что такое Послал Емь Это Просто Описка Вместо Послал Есть Ну может быть Конечно Более того Так сказать Я даже Не берусь Настаивать Что это Не так Но Хотел бы Обратить Внимание Что может Быть Все же Не бессмысленно Считать Что это Не Описка Почему Потому что Вот здесь Если не ошибаюсь Я даже Слышал Этот звук Потому что Есть такие Замечательные Формы Как польская Послал Эмь Которая в точности Устроена Таким же Образом То есть Если Польская Послала Имеет Ровно Такое Же Развитие Поэтому Считать Что это Просто Абсурд И Обязательно Описка Может быть Немножко Неосторожно Нужно Ждать Не появится Ли еще Что-нибудь Подобное Если На протяжении Долгих Новых Находах Никогда Больше Такого Послал Емь Не Не появится То Ну тогда Наверное Описка Но бывали Уже Неоднократно Случаи Когда Дальнейшие Вещи Подтверждали Так что Пока Подождем Но не Исключено Что какие-то Говоры Новгородской Земли Вели Вели Себя В развитии Этой Формы Точности Как Польском И тогда Это Совершенно Польская Форма Больше Того Я даже Могу Сказать Что Нигде Небудь А в Лаврентьевской Летописи И нигде Небудь А у Мономаха Есть Одно Емь Вместо Есмь Которое Всегда Считается Опиской И Которое Быть Может Не Описка Если Вот Пока Могу На всяком Случа Еще Один Пример Такого Рода Есть Где Вместо Есть Написано Емь Так что Может Быть Это Не Случайно Вот На Таком уровне Что Да В контексте Причастия Я забыл Выписать Эту Цитату Могу Еще Надо Еще Проверить Чем Это Различие На Духом Чисто Говоровые Вещи У нас Неоднократно Уже встречалось Новгородская Диалекция Довольно Много Дает Каких-то Явлений Которые Вовсе Не всегда Бывают А только В части Грамот То есть Скорее Всего Просто Разница Говоров Внутри Диалекции Часто Мы Видим Эту Форму Вне Контексте Эль Причастия Какую Бим 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 Я всего Два Примера Знаю Этот Так что Пожалуйста Статист Я хочу сказать Что Важно Ведь Что Думаю Что Важно Потому Что В Польском Именно Так А так Это Опять Новгородско Польские Связи Новгородско Польские Связи Очень Возможно Есть Есть Конечно Есть 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 Там Не так Много Примеров Те По-моему Не В контексте Причастия Просто Есть Три По-моему Примера Нет Там Кажется Просто Они Независимые Употребления Надо Проверить Это Легко По указателю Посмотреть Хорошо И Обращаюсь Наконец К форме Которая В особенности Существенна Для этой Грамоты Поскольку Она Тут Мы Видим Кое-что Впервые Я Оставил Пока В покое Это Огну И Огне Но Опять Так Обращаюсь Только К тем Кто Не знает Ответа Потому Что Тут Безусловно Существует Целая Важная Прослойка Людей Кто Прекрасно Знает Ответ На Этот Вопрос Это Уже Обсуждалось Что Это За Слова Что Это За Форма Первая Смысл Да Господин А почему У нас Да Какое Какое Прилагательное Ну Зачем Прилагательное Мы уже Видим Что Это Господин Нет В смысле Там Глубокого Жерва Только О А Ну Это Вы Далеко Зашли Это Из Жизни Гораздо Более Поздних Эпох Такие Вещи Это По Смыслу Совершенно Ясно Что Господину Или Зару Для Перевода Никого Сомнения Если Не Обращать Внимание На Как Историки Делают На Лишнюю Букву Ну И Подумаешь И Перевел И Все В Порядке Заметьте Здесь Она Тоже Есть И Здесь Вообще Говоря Можно Сказать А Но Это О Восклицательное О Господин Хотя Надо Сказать Что Никаких Надежных О Восклицательных В Тверистяных Грамотах Нет Так Что И Гную Это Значит Господину Бывает Просто Гне Это Значит Господине А Здесь Написано Огну И Огне Отцу Господину Да Но Это Примерно На Уровне Того Что Кажда Буква Означает Целое Слово Может Так Звали Того Кто Писал Грамот Как Его Звали О Да Но Это Напоминает Известная История О История До До Где Правда Другую Тему Там Столь Короткое Имя Буквально То же Самое Это Хорошо Так Что Ну От вас От тех Кто Не знает Еще Ответа Получить Сразу Готовый Ответ Это Наверное Слишком Много Поэтому Скажу То Что Мы Теперь Знаем По Этому Поводу Значит Ясно Совершенно Что Здесь Некое Сокращение Но Может Быть С Титлом Может Быть Без Титла Чаще С Сокращение Созначение Господин Слово Господин Встречается Часто Особенно В поздних Грамотах В ранних Как раз Редко И Мы Можем Прекрасную Статистику Наводить И вот Какая Статистика Получается Если Это Проделать Которое Очень Много Что Нам Дает Ага Наверное Вас Не раздавлю Значит Давайте Бывают Два Способы Записи Этого Слова Или Полное Когда Всеми Буквами Или Сокращенное В котором Участвует Какая Ни Диаграмма Диаграмма Кстати Несколько Может быть Диаграмма Гно Опять Таки С титлом Или Без Титлом Может Диаграмма Ги Первоначально От Господи Но Она Может Использоваться Именно Так И Наконец Просто Г Может Может Еще Гд Тут Большая Вариативность Вот Все Эти Диаграммы Означают Господин И Значительная Часть Случаев Когда Слово Господин Встречается В грамотах Она записана За диаграммой Впрочем Не только В грамотах Так Вот Оказывается Что В хронологии Имеется Отчетливая Зависимость Коих Каких Вещей Значит Вот Три вещи Я напишу Если В грамоте Написано Господин То же самое Будет Господа Госпожа Так что Не только Одно слово Господин Поэтому Я удовлетворюсь Основой Кроме того Существует Это же Слово Безначального Г Оспод И Наконец Существует Запись С идеограммой Какой-нибудь Из этого Ряда Так вот В хронологическом Отношении Они распределяются Весьма Любопытно Значит Если Ну вот так Скажем Три Зоны Я могу взять Хронологических До До Примерно 1350 Дальше 50 лет Ну Приблизительно Конечно 1350 1400 И После 1400 И вот Такие Получаются Цифры Значит До 1350 Господин Встречается 14 раз Господин 0 раз В следующий Период 7 И 7 Последний Период 1 И 39 Я Думаю Думаю Не надо Долго Объяснять Что Это Показывает Совершенно Очевидно Что В истории Новгородского Диалекта Где-то И даже Причем Можно Кодатировать Во второй Половине 14 века Произошла Смена И вместо Господин Господа Госпожа И так далее Стали Выдавляться Формы Изначального Г Господин Госпожа И так далее Причем Ну очень отчетливая Картина Это редко Бывают такие Мощные Перепады Но В это время С идиограммой Ну допустим С идиограммой ГНУ Самой частой Пусть будет Идиограмма ГНУ Но заметьте Во всех этих Диограммах Будет Г плюс Что-нибудь ГНУ Ну и И так далее Цифры будут Такие Здесь 8 Здесь 14 Здесь 45 Чего Кстати Просто видно Как Насколько Мощнее Пласт Вот этих Грамм С употреблением Этого слова Позднее Вещи Которые Я говорил Уже Неоднократно По другому поводу Это рост Такого Ну не Низкопоклонства На всяком случае Чинопочитания С веками Увы Вот как мало Этых господинов Встречается Кстати Я не стал разбивать Если бы еще ранние Взял То там Раньше были бы Просто нули В первой части Скажем В 12 веке Почти что И вот Такие Количество Этых господинов Встречается В 15 веке Но это Другой разговор Просто эти цифры Показывают Важно Следующее Посмотрите Что происходит В истории Которые мы видим На Примере Полных написаний Совершенно ясно Видно Что вот в этот Период Произошло Потрясение Изменение Именно Вместо господ Стало господ И ничего Не произошло В этой колонке Иначе говоря Вот эти 45 Совершенно Очевидно Что это Вещи Которые Писпишутся Гно А читаются Без Г Понятно Вот вычисления Которые Было Сделано Не сейчас Которые Вообще Говоря Нам Было Известно Но Никогда Еще Не Было Чтобы Чтобы в одной Грамоте Было Раз Два И Три Теперь поняли Что это за Подарок Тем Кто Занимается Подобными Вычислениями В любой Грамоте До сих пор Бывало Либо одно Либо другое Это первый документ Такого рода После которого Незачем Городить И сделать Все сложнейшие Вычисления Чтобы получить Такой ответ Что за этими Идиограммами Не скрывается Г Поэтому К сожалению Имеется Масса ошибок В исторических Публикациях Где всякий Гнор Шифровывается Как Господин С Г И Вот такое Написание В этих Публикациях Историков Ну кстати Филологи Тоже этого не знали Это будет раскрываться Как о господину Что есть Чистая Полная Фикция Этой формы Не существовало Никогда Это конечно Читалось Ровно так же Как в этой грамоте Написано Когда он Взял И один раз Не стал Сокращать Но повторяю Никогда еще Нам не попадался Документ Чтобы в трех Соседних Строках Была И загадка И разгадка Вот такой Подарок В виде Второе Завершение Можно считать Одним словом Конечно Конечно Бесспорно Никакого Ни одного Доказанного О нет Следовательно Конечно Второе Это просто Оспадение И все А есть еще Примеры С тематическим Комплиментом Есть Вначальным При этом Вначальным При этом Есть Это Написание Вот такое Которое Которое Означает Восемь 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 О Там просто Оно было Сочтено За предлог О Который Асинтоксичен Где Там Было Правда Не Это А там Было Написано Следующее Вот Что Там Было Написано Это О Но Там Были Какие-то Гипотезы О том Что Это Плохо Употребленный Предлог И так Далее Это На самом Деле Точно Такой же Показатель Вот Об Этой Грамоте Все Идем Дальше Дальше Грамота Которая К сожалению Дошла До Нас В Очень Печальном Виде В виде Порванном Так Что Ни одна Строка Целиком Не Сохраняется Поэтому Ее Приводить Целиком Это Жалкое Зрелище Я Из нее Приведу Только То Что Это Явно Записи О том Кто Сколько Получит Денег Или На Кого Сколько Положено Долгу Положил Глагол Здесь Используется Скажем Про кого-то Сказано Что На него Положил Есть 6 Гривен А Интересно То Что На Какого-то Человека Пришлось Следующее Ну Вот Там Такое По Реконструируемое И написанное Ложил Значит Это Грамота Номер 966 Из Грамоты 966 Соликом Не будем Дрогать Ложил Ложил Есть Такой Непоследовательной Бытовой Системой Есть А вот То Что Он Положил Это И Та Задача Которую Вам Предлагаю Положил Он Положил Он Гривну Написано Гривну Это Тоже Так Таким Способом Непростым Гривну Это 13 Век В 13 Веке Такие Чудеса Уже Бывают А вот К этой Гривне Сказано Слово Которое Я вам И предлагаю Для Вашего Осознания Ах ты Беларусь 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 Какие-то Точки Но для честности Я их даю Есть точки Вот такая вещь. За такую «одину», которая привела всех, конечно, в совершенный трепет и потрясение. Как может быть «одину» в Новгороде? Сначала написал число, но цель его нашел. Какое число? Молодцы. Правильно. Так и есть. И эти точки, это на самом деле и есть знак числа, правда, редким образом. Точно, очень хорошо. Так что задачу решили быстро. Именно так. Это таки и есть один. Только немножко я не согласен с вами, что он сперва написал число, потом исправил. Ну, то есть, может быть, и так истолковать. Это не правильное написание, которое исправлено, и тем самым мы видим такое исправление. Это, вообще говоря, законный прием. Совершенно точно. Значит, это ровно то, как мы пишем «первый», совершенно верно. «Первый», «десятый», «десятое» и так далее. То есть, в сущности, это вещь немножко похожая. Ну, наша вот осмь предыдущая и осподин, тоже только там изысканная вещь. Сначала это довольно для нас привычная вещь, нас не удивляющая, поскольку мы так пишем цифры и сейчас. Единственное, только мы не пишем, скажем, какой-нибудь вот такой вещь, правда? Что, бывает, да? Встречаешься только в интернете. А, ну, очень хорошо, действительно, интернет как поле для того, где можно... А вот «пятеха» и «тен» очень... Да. Как иногда писали, вы смеете на «пять» и «тен». Иногда писали, вы имеете в виду, какие виды письма? Не интернет? Нет, не интернет, нет, нет. В «пять» и «кажется, его еще не было». Да, «пять» действительно, совершенно точно. У нас есть ровно вот такое написание в одной из грамот. Именно так, «пять». Так что, такие вещи писались. Единственное, что вот такое нам кажется чудовищным. И что же, однако, я, ну, почти случайно набрел, уже другими вещами занимаясь, «Серапонтовская кормча», XVI век. Серьезный, вполне текст, там туда и «Русская правда» входит и прочее. Чрезвычайно все четко и жестким языком написано. И там я нахожу вот такую часть. Текст акцентуированный вот таким ударением. В точности совершенно такая же вещь, как, то есть, очень длинный остаток написан, который, ну, практически мало что остается покрытым этим. Больше того, в «Берестяных грамотах», это грамота номер 339, плохонькая вообще говоря грамота, но даже из плохоньких грамотах бывают чудеса. Значит, она образована господину Посаднику. Написано человеком, который не очень хорошо писал, тем не менее, господину Посаднику он написал так. Ну, Посаднику описать не буду, а господин он написал теперь так, на фоне всего, что мы с вами разбирали, вы поймете, о чем идет речь. Он написал так. На самом деле, в каком-то смысле, ничего не нарушил. Это, конечно, должно было считаться «осподину». Это вот «о», это свидетельство. Дальше и диаграмма присутствует, потому что это слово «господин». И конец он тоже, он написал и начало, и конец. На самом деле, потерял очень немного «спо», так сказать. Если хотите, это «ги» заменяет у него то, что было бы «спо», если бы он написал целиком. Но это другое дело. Он же не к экономии стремился. Он выполнил некоторые представления о том, как хорошо написать. Написал этот показатель «о» и диаграмму, и длинный конец всего. Не менее длинный, а не менее длинный, просто такой же, как в «одину». Так что «одину», конечно, это никакое не «аканье», потому что это то самое, что и на есть было бы поверхностное суждение, о том, что наконец-то попалась грамота с вопиющим «аканьем». И еще подобное. Это такое же «аканье», как это сознание. Вот это из грамоты 966. Ну и теперь мы подходим уже к «плату резистанса». Рамота 963 большая. Один из редкостнейших подарков нам, состоящих в том, что эта грамота, как вы скоро увидите, имеет дату с точностью до пяти лет. Это не буквально год и месяц, но пятилетие, что, конечно, для нас то же самое, что миг или день. Вот почему. Потому что ее начало такое, которое нам еще никогда не попадалось. Я его выпишу. А вы мне скажите, после первого слова, какого времени грамота? Согласен, статистика старая, но единичка не появится. Почему? Потому что сейчас вы увидите чуть-чуть дальше, что все в порядке с хронологией. Можете себе представить. Ну, наверное, архиепископ в самом дворе ничего не поделаешь. Правда, архиепископ довольно-таки нехорошо поступился с этой петицией. Она у него валяется в грязи во дворе. Ну, тут, правда, пропущен слог, но это уже бывает. Заметьте, уже не ц, а к, уже по-народному. И вот вещь, которой практически у нас не бывало еще никогда. Слово после этого. Был только один архиепископ Симеон в Новгороде, и его даты 1416-1421. Вот, поскольку это к нему обращается, когда он в функции, то ясно совершенно, что датировка грамоты абсолютно надежна. Скажу сразу, забегая вперед. С одной стороны, конечно, это великий подарок. Грамота с точной датой. Но, с другой стороны, как вы помните, у нас есть большое количество внестратографических таблиц, по которым можно вычислить дату. И наступает момент истины, когда не таблицы дают нам дату, а когда мы имеем грамоту, и ее надо наложить на таблицы и посмотреть, что эти бедные таблицы скажут. Этого эксперимента был проделан, и таблицы дали следующий ответ. Предпочтительно 1380-1420. Довольно прилично выдержали таблицы. Значит, это вот тот случай, которых у нас практически пока что не было, когда датировка была бы совершенно заведомо, чем очень узкая. Иногда бывает, что мы знаем, что привязаны к такому-то князю, но это может быть довольно большой период времени, а здесь 5 лет. Вот такая вещь с этой грамотой. Дальше сказано, кто челом бьет. Я все описать не буду, это длинный текст, но тем не менее напишу. Вот тут замечательное такое слово, которое, прямо надо сказать, не очень. Это нам понравилось сперва. Кто вот эти степцы, которые челом бьют. Дальше степцы, дальше слово, хорошо читающее слово уезд. Уезд. Сироте твои. Ошевский погост. Ошевский погост ржевицы. Вот такое потрясающе длинное описание. Как они себя называют, те, кто эту челом битную подает? Они ржевичи. Ржевичи, то есть жители ржевы. Чтобы быть то ли и точно, так называемые пустые ржевы. Сейчас она уже в Псковской области находится. Тогда это был юго-западный угол новгородских земель. И сейчас недалеко от этой бывшей пустой ржевы находится населенный пункт, который называется вот так. Ну, сиротеи – это крестьяне, это хорошо известное название для крестьян, так что смысл следующий. Так вот степцы не очень понятно. Что скажете? Что предлагаете? Святей Богородицы. Святей Богородицы. Совершенно верно. На самом деле, потом мы и титлы разглядели, просто не очень легко было их увидеть. Это, конечно, Святей Богородицы. Святей Богородицы уезд. И тогда все в высшей степени прозрачности. Уезд с церковью Святой Богородицы. Но эти степцы нам доставили некоторую муку. Совершенно верно. Тем более, что множественное число, какие-то степцы, потом идут ржевичи, так что все сходится. Ну, вот, видите, так вы понимаете. Для них, конечно, естественное написание. Значит, уезд Святой Богородицы, уезд церковью Святой Богородицы, крестьяне. Заметьте, синтаксис какой. Просто нагромождение именительных падежей. И все. Они называют себя, крестьяне, сиротеи. Они называют себя прямо такой-то уезд. Они называют себя ржевичи. И они называют себя такой-то погост. Погост и уезд – это название как бы их совокупности. То есть они могут себя назвать во множественном числе сиротеи, сироте твои. Они могут назвать себя ржевичи. И могут себя же назвать такой-то уезд, такой-то погост. Вещь, которая в современном казенном языке тоже может быть. Но вот любопытно, что очень рано это встречается. Что касается... Ашевский – это нормально, что развивается сиротами двоих? Ашевский – погост. Погост. А какой уезд? А уезд – святой Богородицы. Уезд – церковь святой Богородицы. Святой Богородицы – уезд. Значит, место это... Погост этот историки, совершенно ни секунды не думая, называют Ошевский. И больше того, я совершенно с ним согласен, что русский язык тянет к тому, чтобы так называть, если так написано. Но вот как, что написано на карте. И я осмелился сказать, что уезд был Ошевский, а не Ошевский. И это был такой доклад в Новгороде, ну, когда мы разбирали там, ну, такое рабочее разбирательство. И как выяснилась, одна из слушательниц приняла это к сведению. И через короткое время пришла с сообщением, потому что она связалась по телефону с населенным пунктом Ошево с одним вопросом. Как вы называетесь? И они сказали, Ошево? Ошево? Ошево. Да, интересно, что не Ошево, а Ошево, но это уже, эти вещи бывают, что с непереходом Е в Йо довольно много бывает. Так что это, я очень был доволен таким научным предсказанием, что ударение таки не то, которое, естественно, нам сейчас поставить. А, действительно, но одновременно, если угодно, деревенька эта может отпраздновать, слава богу, с какой-нибудь 600 лет. И там Афа, что там у вас там? Псков. Да, это Псков, да, там уже Акань. Там у вас граница Акань очень близко, но, наверное, она проходит чуть-чуть севернее, я так надеюсь. Дальше я писать не буду, дальше текст очень ясен. Я его просто почитаю, к сожалению, последняя строка наполовину потеряна, и там можно разные фантазии придумывать. Но текст очень интересный. Значит, это явно прошение к архиепископу, и вот по какому делу. Значит, я вам дописал до Ржевича, а дальше сказано следующее. Ну, я просто прочту еще раз. Спасибо, правда? Дальше слово «осподарю», которое, по всей вероятности, относится к тебе. Это немножко не всем ясно. То есть, «свелый да велико», «осподарю». Ну, такое добавление в догонку к этому тебе, которое стояло очень далеко. Ну, вот они добавили «осподарю». Дальше начинается текст, который начинается со слов «послали Есме», и поэтому читать «осподарю» послали Есме нельзя, поскольку тогда Есме оказалось бы не на второй позиции, а на третьей. Поэтому ясно, что «осподарю» находится влево. «Оосподарю» дайте мне не звать. Именно. А даже если... А, пожалуйста, другой вариант можете. «Оосподарю» послали Есме, все в порядке. «Осподине». Не проходят версии, потому что там имеется свой звательный падеж, тут же, значит, собственный текст. Поэтому таки с «осподарю» ничего не поделаешь, он идет влево. Хотя и по таким довескам к этому тебе, который далеко впереди. Итак, собственный текст. «Послали Есме о сподине дьяка Олександра». «Олександра» не пропуск «Н». Это на самом деле правильная, старая, одна из правильных старых форм. Старая форма была форма «Олександр», ну, соответственно, «Сандр» дает такое же, как «Костян», «Коснятин» и так далее, из «Константин». И эта форма просто нам уже встречалась, «Олександр», из чего видно, что она не описка. И вариация «ся» и «са» в именах бывает. Так что «Олександр» очевидный вариант нам раньше, один раз только встречавшийся, вот здесь, который выступил еще раз. Итак, «Послали Есме о сподине дьяка Олександра, за неже отец его и дед его пел у святе Богородицы». Вошеве. Я тоже, мне тоже хочется сказать вошеве, потому что мы все очень привыкли к этому. Вошеве. «И чтобы еси господине к святе Богородицы, того дьяка поставил попом». То есть просьба о том, чтобы внука поставили, того, у которого и отец, и дед уже были пели в этой церкви Святой Богородицы. Почему? А с ним Есме послали Труфана от Погоста. За неже церковь стоит без петья. «А другое, господине, другое это явно, а вот еще другое дело, это довольно встречается. А другое, господине, святый Владыку, престол во церкви, от и дальше гибель». Что случилось с престолом, все говорят, что на от главное начинается. Ну, там, допустим, сгорел, ну почему от? Отвалился. Это прям, получается, полный простор, потому что массовый дом отцерел. Отгорел. Это, блядь, вот, к сожалению... «От молнии сгорел?» Нет, нет, там число букв недостающих раз, два, три, четыре, или пять, или шесть. Ничего не сделаешь, от молнии сгорело, ничего не приходит. Сколько букв слов? Пять или шесть. И это конец грамотной? Нет, это конец вырванной части. «Как господине, о том укажешь». Дальше, к сожалению, вырвано полстроки, по поводу которых, конечно, фантазии разыгрываются гораздо более свободно. Тут вы можете сколько угодно слов вставить, так примерно не хватает букв 30. Который кончается «ти» с титлом, что, конечно, не может быть ничем иным, кроме как «свети». Тем самым, конец этого слова «освети». «Освети же престол господине». Что они сделали? Починили они этот престол? Или еще что-нибудь? Что было сказано в этой вырванной полустроке? Это остается всем... Так или иначе, картина совершенно ясна. Значит, у них, во-первых, нужно поставить дека, внука. Во-вторых, поскольку пел его отец, его дед, и престол у них, вот, от, что-то с ним случилось. Возможно, что дальше сказано, что они уже его починили, и теперь привели в порядок, и теперь осталось его осветить. Вот такое письмо к архиепископу, значит, номером 963, большое, 8 строк, вот, где-то не хватает, только половина строки. Все, перехожу к той самой грамоте, про которую я сказал, что я нашел Троеновский. 24 мая, первую часть, ему быстро сообщили, что это всего лишь нижняя половина грамоты. Он сказал, буду искать дальше, и 25 мая принес верхнюю половину. Это из замечательных событий, соответственно, это грамота 962, у которой нет археологической даты, поскольку это просто инженерные работы. Так, очень приблизительно, это, быть может, конец 15-го, может быть, начало 16-го века, как считали археологи, по самым грубым признакам грамотики, которая там находилась. Сейчас, писать буду не все, такая грамота из девяти строк, сохранившись целиком, ну, кроме трех букв. Начало такое. Челом бьет, Алексей. Дальше вот некоторая трудность, потому что две буквы вызывают сомнения. Похоже, что это буква типа ИО, ИО Заболотья. То есть, возможно, что это надо все-таки исправлять до от Заболотья. Заболотья, конечно, одно из двух. Или просто место за болотами, географическое, так сказать, обозначение. Или название, даже более вероятно, второе. Деревня Заболотья. Таких деревень новгородской земли немало. Ну, в конце концов, это уже деталь, которой мы не будем особенно останавливаться. Сказано дальше кому? Сафонтию и Тимофею. Итак, челом бьет Алексей, Сафонтию и Тимофею. А дальше идет, собственно, текст, который я вам напишу, в котором есть много о чем поговорить. Итак, вот сам текст грамоты, я его записываю. Чо? Есть те приказали. Я на строки не делю, подлинник, это нам не важно. Мне Свою землю О, спадо! О, спадо! Какое время? Песец знал, что он уже в 15 веке. Тут не шарит. А, сейчас я одну вещь сделаю. Перенесу в другую строку, это мне более приятно. Песец знал. Песец Дисhertz Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Значит, все читается довольно четко, довольно ясно. Че есте приказали мне свою землю? Осподу подавал еси позни вашим здоровьем. Положи грамоту, почему еси давал, приказали ми старейшие, и я сдавал. Давайте попробуем попереводить последовательно. Значит, итак, это пишет, как вы уже знаете, Алексей, некий Олексей пишет Сафонтию и Тимофею. Естея, это кто? Да, это Сафонтий и Тимофей. Ну, естественно, что это уже никакое двойственное число здесь не будет, поскольку это уже поздняя грамота. 15 век. Че есте приказали мне свою землю? Ну, приказали, это, конечно, значит, поручили, это как приказчику приказывается, скажем, который выполняет такой приказ. Так что ясно совершенно, что этот Алексей, это что-то вроде управляющего для этих феодалов Сафонтия и Тимофея. У этих феодалов Сафонтия и Тимофея. Че есте приказали мне свою землю? Осподу. Осподу. Какая форма? Звательный. Звательный. Подавал еси позже не вашим здоровьем. Что это значит? Если обискок раздавал. Что? Если обискок раздавал. Как грустно. Если что? Обискок. В каком месте? В каком месте? А, ну, не будем. Подавал отдельно. Сейчас не будем на этом останавливаться. Это интересно, но... Что фу потерял. Нет, а что значит фраза? Подавал еси позже не вашим здоровьем. Кто еси? Кто еси? Кто еси? Кто еси? Кто? Претенцию пересказывает. Господь. Господь. Цитата 4. Ну, не буду здесь слишком много тратить времени на сражение с этим ужасным еси. Думаю, что надо просто безоговорочно принять мужественное решение Алисея Алексеевича Гиппиуса, который сказал, еси ошибка вместо есмь. Главный мастер по пониманию того, кто кому, сват, брат, адресат и прочее в грамотах Алисея Алексеевича Гиппиус, который действительно эти вещи знает великолепно, почувствовал, что здесь ничего другого быть не может, что это на самом деле есть. Не думаю, что он, конечно, прав. Второй раз тоже? Нет. Только ровно один раз здесь. Ну, дальнейший текст, конечно, полностью подтверждает это. Управляющий сообщает, что он раздал, что те земли, которые ему поручили феодалы, вы, мои адресаты феодалы, я раздал позднее, ну, вот сказано, вашим здоровьем. Как вы понимаете это, вашим здоровьем? Ну, в общем, от вашего имени, да, вашим, так сказать, вашим авторитетом. Дело в том, что это здоровье нам уже встречалось несколько раз в грамотах, оно давно уже известно, что это не медицинское здоровье, а это общее благополучие, общая сила, общая общественная сила, общественное положение, власть, авторитет. Так что, если угодно, вашим авторитетом. То есть, что именно сейчас мы бы и сказали от вашего имени. Так что это совершенно ясно. Какое господо? Господо. А вот мне отвечают звательные, я совершенно с ними согласен. Единственном числе это было? Почему единственном числе? Очень хороший вопрос, да. Как господо? Потому что, совершенно верно, ну, то, что господо, это то же самое, что господо, это вы уже понимаете, значит, давайте я напишу форму господа. Господа. Сейчас господа, это совершенно нормальное множественное число, но это сейчас, после переосмысления в современном языке. Древняя форма господа была совершенно, кстати, такой же, как братья, собирательное имя единственного числа женского рода. Совокупность господ. Моя господа. Моя господа, мою господу и так далее. Вот нормальный вид оформления, который вы находите там. Это собирательное название. Оно превращается в множественное число совершенно так же, как собирательное слово «братья» превращается в множественное число «братья». Первоначально, конечно, была «моя братья», я собрал всю свою «братью», он пришел со всей своей «братьей». А в какой-то момент форма «братья» переосмысляется как множественное число, по той причине, что при собирательных можно было использовать множественное число. Можно было сказать «братья пришли», как «русь пришли», как «войско пришли» и так далее. Точно так же можно было сказать «братья пришли» и дальнейший ход уже очень простой. Раз «братья пришли» можно сказать, то это «братья пришли» и то же самое, как «люди пришли». Точно то же случилось со словом «господа». Вот ответ на то, почему «оспода» в единственном числе. Потому что это тот век, когда это никакое немножественное число, когда это «таменинум симгулярис» в собирательном качестве. Так что «оспода» удаляют «господа». Ох, как плохо. Просто ужасно. Дело в том, что это слово парадигмы «ц». И вообще говоря, оно дает «оспода» «осподу». И звательный от него должен быть «оспода». Почему это существенно, вы увидите чуть-чуть ниже. Сейчас, конечно, хочется читать «оспода». И неправильно. Древнее чтение «оспода». И самое замечательное, что эта грамота вам это докажет. Но это подождем. Итак, «оспода». О, господа мои. Я подавал, если позже, вашим здоровьем, вашим авторитетом. Какого вида грамматического слова подавал? Здесь «совершенно». Совершенно. Как вы замечательно чувствуете. Потому что сейчас, конечно, для нас это очень хорошо. Поздравляю всех, кто чувствует, что это совершенно вид. Это соответствовало бы русскому современному. «Пораздавал». «Поотдавал». «Пораскидал». «Поразбрасывал» и так далее. Но только с простым «давал». Как «разбрасывал», «поразбрасывал». «Давал», «подавал». Это видно, это не так легко установить. Но по серии грамот это бывает. Поэтому ясно видно, что это именно значение «пораздавал». То есть, там, «пороссовал», «пораскидал» и так далее. Хотя сейчас это совпадает с формой несовершенного вида. И, естественно, при наивном понимании современном это вы поймете неверно. Что я их давал. Нет, не давал. А «раздал» одно за другим. А «о» в корне? «О» в корне. «О» в корне может быть разных источников. Какой именно из них верный, я не берусь настаивать. Но может быть «аконь». Тогда эта грамота не новгородская. В ней нет новгородских черт, поэтому это не исключено. Самое вероятное объяснение для меня. Подряд? Вот что подряд. Он же не ошибся вот здесь. Совершенно в том же слове. Так что думаю, что это не «аконь». Но доказать это на одном тексте невозможно. Так что надо обе гипотезы считать мыслимыми. Просто не следует думать, что это точно «аконь». Чтобы было точно «аконь», нужно, чтобы много условий было соблюдено. Здесь они не в порядке. Кроме того, иногда эти формы «давать» встречаются в написании «довать» в неакующих говорах. Почему? Потому что часть «да», «до» воспринимается как приставка. Это хорошо известно для слова «ночлег». «Ночлег», фантастическим образом изумляющим диалектологов и специалистов по рукописи, пишется довольно регулярно через «а». В северных рукописях, которых нет никаких признаков оконя, пишется «ночлег» и «ночевать». Я не скажу, что в 100% случаев, но в огромном количестве случаев будет «ночевать» и «ночлег». Единственное объяснение – переосмысление начального «на», как приставки. Как приставки. Так вот, то же самое, возможно, для «до» вать. Приставка «до». Поэтому это еще одна возможная причина, почему это может быть не аконя. Так что мне не хотелось слишком долго на этом останавливаться, поскольку если был бы чистый пример аконя, то можно было бы объяснять, откуда взялось аконя. Но преждевременно, очень можно, по крайней мере, две возможности есть считать, что это посторонний эффект. Других нет просто в грамоте. Самое вероятное – вот влияние ровно предыдущее, написанное целых четырех букв одинаково. Ну, это поскольку вы меня спровоцировали, чтобы я этим занимался, поскольку это может быть случай... Что? Он в ходе, в это слово в ходе. Ну, так и смысл-то, конечно, что он раздал их. Так что, он, может быть, и может быть, но здесь он не нужен. Итак, господа, я пораздавал... Принимаем чтение Египиуса, оно, по-моему, безупречно. Я пораздавал земли от вашего имени. А дальше что идет? Армарель от меня требует. Нет, галбрюк, вот и подобное. Это откуда вы взяли? Это кто? Феодал должен положить грамоту? Нет, он сам положил. Он положил. Нет, тогда положу. Или положил. А теперь, мол, а теперь мы... Дальше же есть приказательный мир. Нет, это... Это против... Ну, 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 ну. Он кого-то предъявил. И не говорит нам об этом. И не говорит нам об этом. И не говорит нам об этом. Здорово. Хорошо, давайте дальше. Значит, положи грамоту, почему Еси давал. Приказательная старшая. Дальше что? Дальше что? А это он отвечает. Приказательная старшая. Это он отвечает. Нет, это не старший. Приказали ей... Нет, а не может быть, приказали мне старший, почему давал. Типа спросили. Что? Приказали... Нет, приказали. Это приказали, конечно. Это, ну, делели, в общем, приказали. Приказали. А, сдавал, ты сделала? Он давал. Просто не положили. Просто он отвечает... А, сдавал, что ли, под чужой подписью? А, сдавал, под чужой подписью. Приказали. Я за это кто? Нет, нет, не я, конечно. А кто из людей? Алексей. Алексей, да. Значит, здесь все-таки это он говорит, а не какой-то... Это уже он говорит, это он отвечает. Так, давайте тогда разберемся, кто здесь что говорит. До куда идет речь, Алексей? До здоровья. До здоровья, да? Дальше. Что дальше наступает? Ваши грамоту, прихожая. Приказали, речь, кого-то третьего. Кого-то третьего. Какая, простите? Вважай грамоту, почему я себе давал. Вот, где она кончается? А, сдавал, а это вклинилось. Дальше, дальше что? А, сдавал. Дальше Алексей отвечает. Алексей отвечает, да? Хорошо. Все, замечательно. Я думаю, что все слышали, да? Нет, не раз слышали. А не можно это интерпретировать как условно? Приказали мне, если ты давал, тогда понятно, почему есть. Ну, я не буду сейчас... Поскольку... А, значит, надо будет слышать. Да, значит, не знаю, многие ли здесь слышали замечательный доклад Алексея Алексеевича Гиппиуса, недавно состоявшийся. Ну, впрочем, он рассказывал это и раньше. Значит, он является основателем и открывателем целых пластах знаний относительно структуры берестяных грамот, а именно их так называемые коммуникативные структуры. Он из анализа большого массива, ну, практически всего корпуса берестяных грамот, установил, что в берестяных грамотах бывает то, что в современных письмах совершенно неприемлемо и невозможно. Бывает то, что без всякого предупреждения у вас после речи некоего лица, автора письма, идет речь некоторого другого лица. Ну, могут быть и другие тоже коммуникативные эффекты, типа того, что обращение, что меняется адресат, скажем, автор продолжает сохраняться, а говорит уже, адресует приказание какому-то другому лицу. Но самое главное, что могут быть элементы чужой речи, вставленные без всякого предупреждения, рассчитанные исключительно на то, что по контексту адресат поймет. И вот сейчас я вижу, что в качестве совокупности адресатов действительно здесь вы выполнили эту надежду древнего писца, что он свою мысль донесет, несмотря на то, что он с нашей точки зрения так безобразно поступает, без всякого предупреждения, включает речь уже не свою. Вот это открытие Гиппиуса, которое позволило пересмотреть чтение целого ряда грамот, даже нескольких десятков на самом деле, которые оказалось, что мы читали плоско, потому что считали их построенными по тем же принципам, что у нас же с вами письма сегодняшние. И в ряде случаев получалось не суразиться, и мы просто не поняли, что реально, скажем, требует автор. Ну, не буду пересказывать более подробно. Так вот, эта грамота является, ну, чем-то вроде... Думаю, что нет, что относительно Еси, я думаю, что он все-таки прав. Так вот, эта грамота является в действительности, оказалась таким уникальным подарком из-под земли Алексею Гиппиусу, поскольку я вам ее сейчас продемонстрировал неполно, А когда я вам продемонстрирую ее полно, то вы увидите, что, ну, это тот же примерно случай, что то, что нужно было вычислять необычайно сложными и, так сказать, способами, особым напряжением ума и остроумием соединения аргументов, в данном случае оказалось открыто лежащим на поверхности. Дело в том, что я вам написал тот текст, который написан в грамоте большими крупными буквами. А кроме того, в грамоте есть еще маленькими буквами вписанные дополнения, которые я вам сейчас пишу. И вы поймете, какое счастье должен был чувствовать изобретатель Гиппиус, когда он увидел эту структуру. Значит, дополнение следующее. В точке вот этой, меленькими буквами написано. Вписано потом. То есть, это значит, что полностью текст был составлен. Никакого места для этого не было оставлено решительно. Но автор перечитал и усомнился тем же самым сомнением, которое я все время порождал в вас. Ну, что, как же так? Кто же это здесь все делает? И сделал следующее. Миленькими буковками написал здесь следующее. А что тот же автор? Мне кажется, следует? Абсолютно. Хочерк один. Этого мало. Дальше над словом «приказали» написано. Тут уже без всякого молвить. Совершенно как в драме. Просто кто говорит там? Король. Олисей. А почерк имбедифик? Почерк один, без малейшего сомнения. Это, безусловно, он сам поправил потомство. Вот такой эффект. Но, значит, немножко продолжим дальше, что же происходит в этой грамоте. Дальше уже он, возможно, с этой точки он уже понял, что надо писать более эксплицитно. И дальше пишет следующее. Дело в том, что поп очень зловредный был. Значит, дальше делается следующая вещь. Драма развивается так. А нони. Поп. Власть, которая явно сильно выходит за пределы его церковных дел. Повестуть. Замечательно, что вот так написано. Конечно, можно считать, что это чистый пропуск Е, но вы потом увидите, что он повторяется. Поэтому, судя по всему, это не пропуск Е, а это северно-русская, ну, типа, работа, какой-нибудь требует и так далее. Повестуть так. Значит, здесь, как видите, совершенно уже, как мы и хотели бы. Повестуть так. Давал еси позжни, давал еси, еси позжни, позжни. Ну, так, дальше восстанавливается несколько, не совсем надежно, но, тем не менее, в наймы. И дальше замечательный совершенно текст Попа. Значит, вот ты давал позжни в наймы. Ну, из чего видно, что Гиппиус прав, поскольку из вот этой фразы ясно, что там, конечно, еси подавал, говорит Алексей. Давал еси позжни в наймы. А вот что сделает Поп. Их то иметь иметь ты епожни косить ты епожни косить Вот что будет дальше? Вот вы подумайте. И яз А кто это яз? Оп. И яз тых И яз тых Понимаю? А вот дальше замечательная вещь, что он сделает. Вот я вам напишу это. И яз Вот что он сделает. Ты раздавал позжни в наймы А вот что будет. А кто иметь ты и позжни косить И я тых поймаю Да траву Наворот Звяжу И веду в город. В город, естественно, Новгород. Вот какие функции будут у Попа. Как видите, сильно выходящие за пределы чисто Поповского дела. Что это такое? Значит, траву Наворот завяжу. Во-первых, ворот. Что такое ворот? Воротник. Воротник. Сейчас это воротник. Вещь довольно загадочная, почему ворот означает воротник. Потому что ворот, конечно, значит шея. Первоначально. Это и в других славянских языках, так и в старославянском. И по более... Это индоевропейское слово, на самом деле. Какое-нибудь персидское гардан шея. Это в точности гард, это ворт с суффиксом. Так что ворот, конечно, шея. Сейчас ворот и воротник синонимы. Это некоторая глупость. Нелогичность русского языка. Собственно, это проистекает из совпадения значений типа заворот, которые одновременно за шею и за воротник. Вот, по-видимому, оттуда произошел такой переход странный переход значения, что ворот стал значить воротник. Ясно совершенно, что воротник это то, что относится к вороту, то есть к шее. А ворот это, естественно, поворотное устройство. Это нормально совершенно. Опять-таки, совершенно древняя индоевропейская вещь, что это и ранославянское соответствие чистые. Так что на ворот, за ворот это ясно, что это не на воротник, а на шею. Траву на шею взвяжу, какой замечательный глагол взвяжу, не на вяжу, а именно взвяжу, как движение такое снизу вверх, траву подниму снизу и тебе на шею подниму, и она повиснет у тебя на шее. А вот теперь, значит, я, конечно, объясняю это так, что траву он на ворот взвяжет, как знак того, что трава ворованная. И тут мне было в свое время, еще в Новгороде, задан вопрос, откуда вы знаете, что ворованное вешают на шею. И действительно, не сразу стало понятно, как на такой вопрос ответить. И вот я вам предлагаю такую задачу. Не найдете ли вы в русском языке, прекрасно вам известном, какого-нибудь готового высказывания, которое подтверждает версию о том, что на шею вешали ворованные. Конечно, брань на вороту не виснет, которую знают все, и которые бессмысленно, вообще говоря, не знать этого обычая. Что это значит? Что значит, брань на вороту не виснет? Ну, то есть, это, наверное, означает, что брани особенно не следует бояться, это не так страшно, но почему на вороту не виснет? Никто не знать никогда не задумывался, а вот почему. Ну, и действительно, вот. Я думал, что как ворота терпится влажать. Примерно, да, и любезно Марфа Толстайна очень быстро нашла мне мгновенное подтверждение этого такое из сочинения Седовой «Бытта мечей на крестьянском дворе в Томске». Такая цитата, описание разных обычаев деревенских, и цитата буквально «Сурово наказывало общество и за воровство, вору вешали украденные на шею и водили по селу, чтобы каждый мог его ударить и плюнуть». Так что, что? А детская лошадь 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 Ну, и можно от лошади часть какой-нибудь взять символическую. Это, знаете ли, символы очень хорошо работают в этом смысле. Это уверяю вас. Можно ему какой-нибудь лошадь сделать, куклу, и будет все в порядке. Так что, вот, что обещал поп сделать в этом случае. Дальше я писать не буду, дальше все довольно легко. Просто прочту. Дальше сказано следующее. Значит, итак, конфликт нашего Алексея с попом состоит в том, что кто, так сказать, имеет право распоряжаться, поскольку Алексей действует, как он считает, властью приказавших ему Симфостафон и Тимофея, а поп имеет собственное понятие о том, что правильно и что неправильно. Значит, ноне о споду, как о мне ся печалуетеся, о нем, который попал в такое трудное положение управляющий, что он управляет вроде бы от их имени, а вот на такое сопротивление он наткнулся. Ся печалуетеся это войной ося, такое классическое для позднего времени, все очень хорошо. А ноне о споду, как о мне ся печалуетеся, а я с вам своей о споде чулом бью. Ну, все нормальные просьбы. А дальше сказано следующее. Это надо написать. «Только». Ну, «Только» это, конечно, есть в старом языке. «Только». Ну, тоже не самым древним, не 12 века, а так примерно 15, 16, 17. «Только». «Только оспу имите меня жаловать, отошлите о споду ко мне грамотку». Вот такая просьба, что если, значит, они отнесутся благосклонно к нему, захотят его пожаловать, то пусть пришлют ему грамоту. Пишу это ради вот этой формы. Конечно, ничего не стоит сказать, не дописал слог. А я не верю, что не допускал слог. Хотя в первый момент, конечно, конечно, очень трудно представить все что-нибудь другое, поскольку рядом написано «осподу» целиком. Я уже говорил вам, что ударение «осподу», поскольку инкленомен. Очень важно это, потому что если было бы ударение «осподу», то отпадение конечного «до» совершенно нереально. А у «осподу» прекраснейшим образом последний слог находится в слабой позиции. Ну, конечно, вы скажете, что все это выдумки. Мало ли чего можно придумать. Нет. Оказывается, если мы наберем «фенны», то мы находим у него формы, не имевшие до сих пор никакого объяснения. У него господин, обращение к господину будет «оспе» регулярно. Несколько раз встречается, у него вместо «осподини» будет «оспе». Тони «фенны». Тони «фенны». Тони «фенны» автор русско-немецкого разговорника 1607 года, который написал его в Абскове, проведя там некоторое время. Замечательный источник сведений по истории русского языка. Ну, вот, изданный в частности с участием Яковсона. Но он постоянно используется. Сейчас он уже в словари наш включен. Материал его бесценный совершенно. Так вот, «оспе» там форма, причем не случайная, а повторяющаяся. Из чего ясно, что в 17 веке уже сокращенная форма «оспе» была. И тогда очень странно было бы считать, что это просто описка. В точности такая же форма «оспо» на 200 лет раньше. Так что, это вот из тех случаев, когда есть много причин не считать, не торопиться считать опиской то, что видишь отклоняющейся. Но существенно, конечно, что наша привычка читать это как «оспо-до» и «госпо-до» полностью закрывает такую возможность от действительности при правильном старом чтении. Откуда такое сокращение бывает? Очень хорошо известно. Почти все обращения именно подвергаются этому. До чего дошел сударь? Он дошел до «с». Во что превратился «монсеньор»? Он превратился «мосье». И это там какое-нибудь английское «сэр». Это все безумные сокращения первоначальных длинных слов. Это та группа слов, в которой хорошо известно, что выпадает из закона фонетических изменений, поскольку она подвергается скомкиванию, скомкиванию, я не знаю, как лучше, со скоростью в несколько раз больше, чем остальные слова языка. Так что, я думаю, что «оспо» здесь – это действительно древний пример того, что у Фенны становится нормой через примерно 200 лет. Ну и последнее, что здесь, это маленькая странная фраза в конце. Значит, еще раз прочту. «Но не, Господу, как у меня себя печалуетеся, а я вам своей Господе челом бью. Только, Господи, имейте меня жаловать, отошлите, Господу, ко мне грамотку до Петрова дни». Петров день в середине июля, день, когда хорошо установлено по всеобщей традиции, по-видимому, общей славянской, в самом случае, русской, косили сено или начинали сенокос. Это важно, что это не случайный день, а постоянно связанный именно с этой сельскохозяйственной работой. И тогда немножко странно звучит последняя фраза этой грамоты. «Отошлите, Господу, ко мне грамотку до Петрова дни, за не же Господу, сено косят о Петрове дни». Последняя фраза кажется странной, потому что нет такого русского человека, который не знал бы, что сено косят о Петрове дни в то время. И была такая гипотеза, возникла, но потом от нее отказались, что, возможно, это уже грамота такая поздняя, что владельцы не новгородцы, а новые московские, которые надо объяснять. потому что действительно датировать эту грамоту точно мы не можем, она найдена при случайных условиях. Палеография тоже не помогает, потому что у нас нет палеографических данных по концу 15 века, а у нас доходят палеографические таблицы только до середины и даже до первой, третьей, пятнадцатого века. Поэтому отличить нам время до 1478 года от времени после 1478 года задача в наших условиях неразрешимой. То есть дата захвата Новгорода Москвой, соответственно, это до... В Москве косили другое время? Нет, конечно, нет, поэтому ничего не поделаешь, приходится признать, что не потому эта последняя фраза добавлена, что авторы не знали, когда косит сено. Видимо, все-таки знали решительно везде. Может, варягу качили? Ну да, нет, может быть, конечно, какой-нибудь Антоний Римлянин приплыл на камни. Это может быть. Тот, конечно, мог не знать. А так, так что, по-видимому, все-таки аргументом за то, что это уже московский период это служить не должно. И действительно, скорее все-таки это грамота третьей четверти 15 века, а не четвертой. Но это уже вопрос, так сказать, толкования, зачем он такую... немножко не похожа, вообще говоря, на привычки берестяных писцов, которые лишнего не пишут. Ну, ему неудобно, что он второго означает срок? Ну, если он такой деликатный, то, наверное, так. Вот, собственно говоря, последняя проблема, из-за которой был некоторый спор сложный относительно возможной датировки этой грамоты. Для историков, конечно, это важно. До московского захвата или после для лингвистики разницы тут большой нет. Ну, вот я вам представил практически все из-за материал. А, может быть, почему он так длинно написал? Может быть, это связано с тем, что он сокращал поначалу и потом приписал поп и себя? И тут еще решил, что нет, я не буду градывать, я не знаю ничего. готов, это, я считаю, что это выходит. А оспо это считает, что это вакатив, да? Вакатив со вторым лицом какого-то нормального? Со вторым лицом, причем не императива, а индикатива. Какую форму? Оспо? Оспо не имя-те. Это нормальное сочетание? Оспо это то же самое, что оспо-до. Оспо-до собирательное имя, которое прекрасно сочетается множественным числом. какое-нибудь вы, братство, приходите, вот примерная структура. Это не императив, это же императив. Это то же самое, нет, это совершенно вопрос. Украсть, когда вы наиболее. Да. Этихницизация, она же в одном месте грамотная такая, везде Господа написано полно. Ну, конечно, это, если бы было везде написано я тут не сомневался бы ни секунды, поскольку оно написано. И рингвизация с умственными соединения как фанфор, в этом единственном случае является на сколько-то кисло мы сокращаем. Это не темно, если мы имеем как-то текст, я бы не выбирал. Ну, может быть, я действительно высказал свое мнение предпочтительное, оно, конечно, не доказательное в этом же деле, все лишь как возможно. Все, на этом мы... Спасибо. 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 . Спасибо.